это прямой эфир меня зовут мария владимирова и я готова сказать вам алло студия здравствуйте звоните и жалуйтесь по телефону прямого эфира 2 11 45 задавайте интересующие вас вопросы ну а мы попытаемся в рамках прямого эфира напоминаю еще раз что это прямой эфир найти на все ваши вопросы ответы хочу сразу сказать что за месяц пока мы не выходили программа теперь только раз в месяц выходит накопилось достаточно большое количество вопросов все они абсолютно разные все конечно же актуальные важные для каждого из вас мы попытались найти ответы на некоторые из них и они сегодня обязательно прозвучат в рамках прямого эфира программы алло студия вы же звоните по телефону 2 11 45 либо задавайте ваши вопросы на страничке телеканала север вконтакте либо пишите на сайт телеканала север в раздел алло студия заполняйте простую форму и задавайте ваш вопрос ну а мы прямо сейчас в ближайшие 30 минут будем искать на ваши вопросы ответы что же повторюсь то что за месяц вопросов поступило очень много вопросы актуальные и как бы вы думали какой самый актуальный конечно же вопрос касаемые трудоустройства граждан в неинском автономном округе и чтобы полной мере осветить эту тему сегодня мы пригласили директора центра занятий населения неинского округа руслана волоскова в студию руслан александрович здравствуйте проходите добрый день добрый день я очень рада что вы согласились принять участие в нашей программе алло студии ответить на актуальные вопросы которые волнуют жители неинского округа в частности трудоустройства граждан вот на ваш взгляд действительно проблема актуальна и остро стоит по трудоустройству в настоящий момент на сегодняшний день количество безработных граждан увеличилось так например если посмотреть динамику по отношению к прошлому году то сегодня на учете в центре занятий состоит 630 безработных граждан то в прошлом году данное число чуть превышало 300 человек то есть практически в два раза увеличилось количество безработных граждан а количество граждан ищущих работу еще более этого то есть те граждане которые не зарегистрированы в качестве безработных но стоят на учете службе занятости потому что не все у нас получают статус безработного гражданина например граждане пенсионного возраста не могут быть зарегистрированы в качестве безработного гражданина сегодня коэффициент напряженности на рынке труда равен 2,3 а в прошлом году в этом же месяце он равнялся единички то есть мы видим да что в два раза увеличились не в лучшую сторону показатели на рынке труда поэтому вопрос несомненно является актуальным сегодня но тем не менее работа ведется и не секрет что огромная работа ведется с недропользователями которые зарегистрированы на территории неинского округа либо ведут здесь свою деятельность расскажите пожалуйста то число вакансий которые предлагают нефтяники для жителей нашего региона на сегодняшний день на самом деле ведется большая работа по поиску вакансий у компании нефтедобывающей отрасли подчеркну что данная работа началась активно вестись по инициативе губернатора неинского автономного округа также в данной работе центру занятости активно содействует департамент здравоохранения труда и социальной защиты управления труда и департамент природных ресурсов то есть мы работаем так скажем системно в этом вопросе на сегодняшний день 90 одну вакансию по 47 профессиям подала 12 компаний нефтедобывающей отрасли а также еще там порядка 20 вакансий подали 5 организаций подрядных у основных вот этих компаний нефтедобывающей отрасли то есть на территории округа я могу сказать что трудится всего порядка 200 работодателей которые так или иначе задействованы в нефтедобывающей отрасли из них большинство это компании подрядные работают по договорам подряда с компаниями нефтяниками а есть у нас специалисты которых требуют нефтяные компании которые требуются нефтяным компаниям готовы уж специалисты с опытом работы как правило готовых специалистов на учете службе занятости практически нет все специалисты которые были стояли у нас на учёте по подходящим профессиям. Мы уже отработали вопрос по их трудоустройству. К сожалению, не всех удалось трудоустроить, потому что некоторые граждане состоят на учёте, вы знаете, по сокращению. То есть у них немножко другие пока приоритеты. Они хотят получить все гарантии свои, гарантированные их трудовым кодексом, то есть полугодовые выплаты, средние заработные платы. Это странная позиция, а работа уйдёт потом. Работа, да, уйдёт. Мы об этом тоже говорим. Сегодня многие граждане, которые стоят под сокращением, они уже это понимают, что вакансий сегодня не так много, и что если они есть, то лучше бы это сделать сейчас, не дожидаясь полгода, а пойти к работодателю, пройти собеседование и попробовать трудоустроиться. Наверняка вопрос граждан интересует о том, какие вакансии поданы работодателями, организациями нефтедобывающей отрасли. Я могу выделить несколько профессий, которые поданы в наибольшем количестве. Это, во-первых, оператор по добыче нефти и газа, это оператор по сбору газа, это электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, это оператор технологических установок и оператор обезвоживающей и обслуживающей установок. Это вот вакансии, которые поданы там, ну, более десятка рабочих мест по каждой вакансии. А также ещё есть ряд профессий, которые поданы в небольшом количестве, по одной, по две, по одному, по два рабочих места на вакансию. И, пользуясь моментом, я хотел бы тоже их озвучить и сказать гражданам, незанятым и ищущим работу, что если вы имеете данную профессию, то необходимо обратиться в центр занятости, и мы поможем вам трудоустроиться по данным профессиям в компании нефтедобывающей отрасли. А что нужно с собой иметь резюме? Просто достаточно обратиться, сказать, что я хочу попробовать. Начать нужно с того, что обратиться. Я могу далее сказать более подробно о перечне документов необходимых, но с компаниями нефтедобывающей отрасли мы работаем по отдельной схеме. Но прежде я хотел бы озвучить, пользуясь случаем, те профессии, которые сегодня требуются в нефтянку. Это оператор по поддержанию пластового давления, это машинист насосной станции по закачке рабочего агрегата в пласт, это техник, ГСМ, оператор товарный, стропольщик, слесарь, ремонтник, токарь 5-го разряда, бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, мастер по сложным работам в бурении, оператор очистных сооружений, оператор по исследованию скважин, машинист бульдозера, машинист цементировочного агрегата, наладчик ГМЛ, машинист двигателей внутреннего сгорания, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи, инженер по охране труда, механик, слесарь по обслуживанию буровых, электромеханик, монтажник, сварщик НАКС, машинист-трубоукладчик, машинист-копра, машинист бурильной установки, машинист-экскаватор, инженер-химик, слесарь-кип и машинист газотурбинной установки. Вот это основной перечень вакансий, которые на сегодняшний день есть в базе Центра занятости населения. Я сразу же оговорюсь, что все вакансии, которые поданы работодателями в надлежащей форме, то есть когда работодатель зарегистрирован у нас и подал правильно вакансии, они сразу же попадают на официальный сайт Центра занятости, а также на портал «Работа в России», на федеральный портал, и они доступны абсолютно всем гражданам, вне зависимости от того, состоите вы на учёте или нет. Но сегодня есть ряд работодателей, которые о вакансиях сообщили, но в Центре занятости не зарегистрировались. Мы сегодня пытаемся принимать к этим работодателям определенные меры. Можно, в принципе, доходить здесь и до административной ответственности, но пока мы стараемся вот так вот на уровне административного ресурса решать все вопросы. И эти вакансии, поданные, так скажем, ненадлежащим образом, они, к сожалению, для большого круга лиц недоступны, но сегодня принято решение о том, чтобы на нашем официальном сайте Центра занятости сделать отдельный раздел и туда эти вакансии выгружать, чтобы люди могли всё-таки знакомиться с этими вакансиями и пробовать себя в трудоустройстве. Тем не менее, мы с вами уже затронули тему необходимых документов, которые стоит предоставить при обращении. Можете пояснить? Да. Вообще, в общем порядке, для того, чтобы встать на учёт в Центре занятости, для того, чтобы найти работу, необходимо подать стандартный пакет документов. Это паспорт, это трудовая книжка, это документ об образовании или документ, подтверждающий квалификацию. Это в случае, если гражданин относится к категории инвалидов к карту реабилитации, и необходимо также подать с НИЛС справку о доходах с последнего места работы. Ну вот это основной перечень документов. все формы, бланки доступны тоже на сайте Центра занятости, либо можно их получить в холле Центра занятости. А то, что касается компаний нефтедобывающей отрасли, то здесь, чтобы людей не загружать, излишней, скажем, бумажной волокитой, мы разработали такую схему, что мы просим у граждан представить нам резюме своё, и уже получив резюме, мы отрабатываем с компанией нефтедобывающей отрасли возможность трудоустройства данного гражданина. Сначала отсылаем в кадровую службу, потом контролируем, мониторим результаты рассмотрения данного резюме, и уже после того, как компания соглашается брать этого работника, начинаем оформлять всю необходимую документацию для направления его к этому работодателю. Эта схема необходима в первую очередь потому, что юридически все работодатели нефтедобывающей отрасли располагаются за пределами территории низкоавтономного округа. Большинство из них находятся в Усинске, в Москве, в Санкт-Петербурге. И, конечно, направить туда безработного не совсем корректно с нашей точки зрения. Поэтому мы отрабатываем в таком режиме. Также еженедельно мы проводим видеособеседование с компаниями-недропользователями. То есть собираем людей, которые хотели бы туда трудоустроиться. С другой стороны вызываем через скайп работодателя нефтедобывающей отрасли, и вот они беседуют. Кадровик и безработные беседуют. То есть таким образом мы решаем проблему территориальной удаленности этих работодателей от нас. То есть вот то, что касается документов. И будет, наверное, уже ближе к завершающему вопросу. Вот вы вначале сказали, что готовых специалистов у нас нет. А какое-то обучение, переобучение предусматривается в рамках этой, можно так сказать, соглашения или программы по трудоустройству граждан? Да, конечно, это один из способов решения проблем безработицы. Переобучение по востребованным профессиям для того, чтобы в дальнейшем трудоустроить безработных граждан. И то, что касается компании нефтедобывающей отрасли, мы, конечно, тоже по наиболее востребованным профессиям сейчас занимаемся тем, что направить, сформировать группы и направить на профобучение для дальнейшего трудоустройства. По каким профессиям мы будем обучать безработных граждан? Оператор по добыче нефти и газа, во-первых. Во-вторых, оператор по сбору газа. Третьих, оператор технологических установок и оператор обезвоживающей и обессоливающей установки. Первая группа у нас уже набрана в количестве 10 человек. Операторы по добыче нефти и газа. Они уже начинают учиться на этой неделе. А где они будут учиться, проходить обучение? Первая группа будет проходить обучение в Центре повышения квалификаций «Лидер». Это образовательная организация, которая находится в посёлке Искателей. У них есть все необходимые лицензии, допуски, набран педагогический состав, составлены все учебные программы, и они готовы к обучению на этой неделе. Поэтому первая группа начинает учиться у них. Также по остальным профессиям, которые я назвал, мы планируем организовать профессиональное обучение в Нинистском профессиональном училище. Там тоже есть Центр повышения квалификаций на базе этого училища. И там тоже будут безработные у нас учиться. Примерно сроки я могу сегодня называть, но там зависит ещё немножко не всё от Центра занятости. Ещё есть вопросы, которые мы решаем совместно с НПУ сегодня. Касаются они в основном оформления документации. Всё нужно правильно здесь оформить. Ну, примерно, может, на срок 3 месяца, 4? Нет, нет, конечно, речь не идёт о месяцах, речь идёт о неделях. То есть мы взяли такой тайм-аут, одну неделю. Примерно с 21 числа начнём уже обучать и в НПУ людей по нефтяным профессиям. Я думаю, что мы сейчас с вами очень детально обсудили эту тему. У вас есть возможность обратиться ещё к жителям округа, может, с каким-то напутственным словом? Ну, хотелось бы сказать жителям Ненецкого автономного округа, что сегодня ситуация у нас на рынке труда непростая. Ситуация непростая не только в Ненецком автономном округе, но и в Российской Федерации в целом. В других субъектах всё выглядит ещё намного хуже, как всем это известно. Поэтому я призываю проявлять в это время и личную активность в деле поиска работы. Потому что большинство, всё-таки большая часть результата трудоустройства, она зависит от самого человека и от его активности на рынке труда. Конечно, все мы готовы помогать, активно помогать, но я призываю и к активным действиям и самих граждан. То есть многие позиции сейчас занимают, а поехали отсюда, потому что здесь нет работы, где-то её найдём в другом месте. Надо сказать, что не всё так перспективно и радужно. У нас ситуация выглядит намного лучше, чем в других субъектах Российской Федерации. Я вас благодарю, Руслан Александрович, за то, что вы пришли в студию, в программу «Аллоу-студия». Всего доброго и удачи вам в поиске работы для тех граждан, которые в ней нуждаются. И трудоустройства. Спасибо. До свидания. Что ж, мы продолжаем. Это прямой эфир. Наш телефон 2-11-45. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Хотя вот что греха таить, у нас вопросов очень и очень много накопилось. Один из них касается лекарственного обеспечения. Гражданин округа по имени Василий спрашивает, знаешь, что с 1 марта изменился перечень лекарств, но давайте пока примем телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, да. У меня вот такой вопрос. Слышал, что в конце марта начинают действовать правила, в котором бесплатно-воздушные суда превровняют к гражданским воздушным судам. Что это вообще значит, и смогу ли я беспрепятственно запускать вертолетик на радиоуправлении? Хорошо. А сейчас мы попытаемся узнать, что это такое. Спасибо вам большое за звонок. Полагаю, что дозваниваться мы будем сейчас в Наринмарский объединенный авиаотряд, потому что кто, как не авиаторы, нам смогут дать ответ на данный вопрос, почему приходится регистрировать, я так понимаю, беспилотируемые самолетики, вертолетики с конца марта. Для чего вообще это нужно? Сейчас мы узнаем. Связываемся мы с Наринмарским объединенным авиаотрядом. Напоминаю, что вопросов накопилось очень много, а времени эфирного остается у нас буквально 10 минут, поэтому попытаемся в рамках этого времени дать ответы на большинство этих вопросов, которые у нас есть, дабы и вы остались довольны. Алло. Алло. Здравствуйте, Владимир Владимирович? Да. Это вас беспокоится телеканала «Север», программа «Алло Студия», прямой эфир. К нам поступил вопрос следующего характера. С конца марта в силу вступает закон, по которому все беспилотные воздушные суда нужно будет регистрировать наравне с пилотируемыми гражданскими самолетами. Вот расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, для чего это необходимо? Может быть, это как-то облегчит жизнь авиаторам? Да, ну, надо сказать, что нет, точно такая же процедура будет облегченная, во-первых. Во-вторых, еще не ясен сам процесс регистрации. То есть там и есть в этом изменение воздушный кодекс и отличение к министерству транспорта, в частности к Федеральному агентству воздушного транспорта, так и Генеральной службы безопасности. То есть две эти государственные структуры должны заниматься регистрацией владельцев, именно владельцев и самих аппаратов беспилотных. Беспилотные аппараты предполагаются, что они должны быть сертифицированы. На данный момент это просто единицы те, которые производятся в России, ну и некоторые, которые производятся на рубежу. То есть процедура, она до сих пор не имеет своего документального подтверждения, как и должно происходить. И создаст, понятно, что создаст некие проблемы для владельцев этих беспилотников. Но на ваш взгляд сейчас есть какой-то конфликт между зарегистрированными воздушными судами и вот этими беспилотниками? Обязательно, обязательно это есть. Этот процесс у нас с каждым годом, так скажем, ухудшается в смысле увеличения беспилотника и влияние их на безопасность полетов судов в целом. То есть, чтобы это представить, любой летательный аппарат, который, так скажем, тяжелее наполненного стакана воды, должен быть зарегистрирован. Вот. Ну, для примера могу сказать, например, чайка, которая влетает в самолет или вертолет, она делает довольно-таки существенные разрушения в конструкции, которые могут привести вплоть до отказа двигателя и, соответственно, потери управляемости в полете со всеми вытекающими негативными последствиями. Вот, летательный аппарат, который килограмм и выше, надо понимать, что это уже летающий. Какая-то угроза, да. Это летающий кирпич, который принесет гораздо больше разрушения, чем, например, птица. Угу. В связи с тем, что там предусмотрены металлические части, но самое главное, что этот беспилотник нанесет на себе определенное количество топлива. Угу. Правила. Либо от аккумулятора, то есть тоже тяжелое. Угу. А вот, кстати, как вы думаете, будут соблюдать наши летчики, которые используют вот эту беспилотную технику, те самые правила, либо они будут уходить от ответственности? Ну, практика, имеющаяся даже в зарубежной, показывает, что эти процессы очень неохотно держат контроль. Потому что непонятно, сами механизмы тоже, хотя штраф уже назначен, там, от 5 тысяч для физлица до 300 тысяч для юрлица. Угу. Которые не смогут отследить исправность своих аппаратов. Угу. Самое опасное здесь исключается в том, что аппарат может просто потерять связь. Угу. То есть он изуправляемо может превратиться в неуправляемый. Беспилотник. Да. Куда он полетит, никто не знает. Какое горе он принесет, тоже никто не знает. Угу. Да. Дай бог, чтобы все, конечно же, следовали тем правилам. Спасибо вам большое, Владимир. В общем, это направлено то, что те владельцы, которые приобретают эти аппараты, чтобы они не передавали ни детям, ни тем, кто не понимает, как им пользоваться. Угу. Ну, и чтобы не принесли горе. Да, действительно. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за столь емкий комментарий. Желаю вам успешного дня. Спасибо большое. Что ж, мы продолжаем. И я вернусь к тому вопросу, который я уже начала озвучивать. Задавал его нам наш телезритель. Я спрашивал, с 1 марта обновился список лекарственных препаратов, которые перечисляют к жизненно необходимым. Какими препаратами пополнился перечень и для кого предназначены эти самые жизненно важные лекарства? Давайте сейчас позвоним мы нашим медикам, фармацевтам и узнаем, что же это за лекарства и для кого они предназначены. Дозваниваемся. Алло, здравствуйте. А можно ли услышать Елену Степановну? Да, слушаю. Вас беспокоится телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Программа «Алло Студия» «Прямой эфир». Елена Степановна, к нам поступил вопрос от нашего телезрителя касаемый списка лекарственных препаратов, которые перечисляются к жизненно необходимым. То есть о пополнении списка. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какими препаратами пополнился этот список и для кого они предназначены. Вообще у нас перечень жизненно важных препаратов утвержден поставляем Российской Федерации. Датирован он декабрем 2015 года. Силу вступил в марте 2016 года. Значит, пополнился перечень препаратами дорогостоящими инновационными. И там около 46 позиций и 3 лекарственные формы. Значит, препараты идут для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в комбинациях, гемерстатики, нейротропные препараты, противовоспалительные, иммунодепрессансы, гормоногипезарные, гипоталамические. Далее препараты для лечения гормонозависимых пухолей, расти, склероз, остеопороз, диабет, атопическая обманчальная астма и аутоиммунные заболевания. Значит, препараты вошли как в перечень жизненно необходимых и важнейших. То есть, тот перечень, который используется для формирования перечень лекарственных препаратов и для стационарного использования. И также пополнил перечень на 15 препаратов тот перечень, который выписывается пациентам по рецептам бесплатно. У нас все эти перечни до момента подписания мы их прорабатывали с нашими медицинскими организациями, но, к счастью, у нас пациентов, которые нуждаются в таком лечении, нет. То есть, это в ВИЧ-инфекцией и так далее. Пока заявки от медицинских организаций на данный препарат не поступало. Как только появится пациент, нуждающийся в обеспечении препарата, препарата будет закуплен. Спасибо вам огромное за развернутый ответ. Я думаю, что наш телезритель услышал ответ на свой вопрос. Спасибо вам огромное еще раз, Елена Степановна. Это прямой эфир программы «Алло Студия», телефон студии 2.11.45. Звоните. Времени остается не так уж и много, чтобы задать ваш вопрос. Тем не менее, мы ждем и всегда ждем ваших вопросов. Также вы их можете задавать на страничке телеканала «Север ВКонтакте» либо на сайте телеканала «Север» в разделе «Алло Студия». Заполняйте простую форму и задавайте интересующий вас вопрос. Еще один вопрос, который нам задавали наши телезрители, он касался заявок на получение грантов и субсидий для некоммерческих организаций. Такой конкурс уже объявлен. Вот конкретно Людмила спрашивает, какие будут приоритеты отдаваться каким организациям, каким проектам в конкурсе грантов для НКО. Давайте мы сейчас попытаемся тоже узнать ответ на данный вопрос. К сожалению, все вопросы мы осветить не сможем, но тем не менее, на часть из них мы ответим, что-то перенесем на следующий программ либо попытаемся выяснить в ходе следующих программ «Алло Студия». Мы дозваниваемся. Слушаю, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Мария. Да. Программа «Алло Студия», прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. Мария, к нам поступил вопрос, касаемый конкурса грантов для НКО. В частности, приоритет, каким проектам будет отдаваться в рамках этого конкурса. Ну, я думаю, вы можете рассказать в целом о конкурсе. Так, да, Мария, конечно. Давайте начнем с приоритетов. Давайте. В рамках проведения в 2016 году в Нинецком автономном округе года народного единства конкурс объявляется на реализацию проектов, направленных на решение следующих задач. Это поддержка пенсионеров, ветеранов, членов семей погибших, участников Великой Отечественной войны, развитие физической культуры, спорта и пропаганда здорового образа жизни, работа с инвалидами, защита семьи, материнства, отцовства и детства, профилактика социального сиротства и насилия в семье, развитие образования, гражданской и творческой активности детей и молодежи, развитие добровольческой благотворительной деятельности, патриотическое воспитание граждан. Вот именно на эти направления будет сделан акцент конкурсной комиссии, когда они будут оценивать проекты некоммерческих организаций. Конкурс объявлен департаментом 5 марта. Документы мы начинаем принимать, начиная с 21 марта и закончим 8 апреля. Условия все те же самые, которые были и в прошлом году. Напомню, что максимальный размер гранта составляет 300 тысяч рублей, максимальный размер субсидий составляет 500 тысяч рублей, но, к сожалению, финансирование в этом году на субсидии у нас всего 650 тысяч рублей, поэтому постараемся, я думаю, что комиссия постарается профинансировать все заявки, но не такую большую сумму, то есть не 500 тысяч рублей, это 50 по 60 тысяч рублей, как получится. Ну, а в этом году на гранты запланировано в бюджете Ненецкого автономного округа 9 миллионов рублей, они будут разыграны. Это на целый год, да, получается? Это на целый год, да. Ну, даже не знаю, что еще вам сказать. А вот сколько раз обычно в году проводятся конкурсы грантов для НКО? Почему спрашиваю? Потому что, может быть, кто-то сейчас задумал проект один, но не успевает зарегистрировать НКО, у него будет еще один шанс? Я понимаю, о чем вы говорите. На сегодняшний день 9 миллионов мы будем разыгрывать, но общественный совет при департаменте региональной политики рекомендовал разыграть первым конкурсом 6 миллионов и оставить еще 3 миллиона и разыграть их ближе к июню месяцу. То есть, возможно. Да, я думаю, что так и получится, поэтому некоммерческие организации смогут попробовать свои силы еще мы объявимся я думаю в мае месяце и в июне проведем конкурс. Спасибо вам огромное, Мария, за развернутый ответ. Желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Спасибо. Друзья, вот так вот очень быстро пролетели 30 минут, отведенные на программу Алло Студия. Я думаю, что мы получили достаточное количество ответов, в частности, по трудоустройству граждан. В следующий раз мы с вами услышимся уже в апреле, так что готовьте ваши вопросы, задавайте их на всех возможных ресурсах, в интернете, звоните по телефону, оставляйте на автоответчике 456-41. Мы обязательно каждый вопрос проработаем и дадим ответы. Меня зовут Мария Владимирова. Всего доброго и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok